Программа «Новости по будням» продолжает принимать поздравления с юбилеем. И нам очень приятно, что телезрители подходят к процессу создания видеооткрыток творчески. Татьяна Полякашина, например, сочинила стихи и подготовила ролик, состоящий из кадров наших сюжетов. Вот лишь небольшой отрывок. 15 лет мы с вами вместе, любимый НТС-канал. И новостей нет интересней, к экрану всех ты приковал. И все доступно излагают. Все журналисты просто класс. Благодарим Татьяну за добрые слова и поздравляем. Теперь она претендент на победу в конкурсе, переуроченном к юбилею программы. Чтобы стать его участником, необходимо снять видеопоздравление, залить его на любой облачный интернет-сервис и отправить ссылку на нашу электронную почту. Ее адрес на ваших экранах. Внимание, по просьбам телезрителей мы продляем конкурс на неделю до 30 сентября. Лучшие работы будут достойно вознаграждены. Победители ждут сертификаты на крупные суммы, которые они смогут потратить в ресторане «Авантаж», на горе Соболиной, в санатории «Электро» или в лагере «Звездно». Ну а пока вы обдумываете идею ролика, предлагаем послушать, как с юбилеем программу «Новости по будням» поздравляют ее бывшие сотрудники. Случается так, что юбилей любимой телекомпании застает тебя далеко от пределов города, родного нашего вещания и нашего региона. Но раз уж у телевидения нет границ, то почему бы не записать небольшое поздравление, находясь далеко от Иркутска. Это как прямой эфир. Никогда не знаешь, что придет тебе в голову. Доказательство тому неоднократное забавное приключение мои лично и моих коллег в прямом эфире, которые просто еще раз доказывали нашим зрителям, что мы выходим не в записи. И это было, наверное, самое главное. Я до НТС работал и на других телекомпаниях, но в этом смысле НТС для меня была первой. Потому что мой первый прямой эфир был именно на НТС. Я очень рад, что получилось поработать с классной, молодой, инициативной и по-настоящему неординарной командой.